Всем привет, с вами снова Максович и мы продолжаем проходить Half-Life, следующая глава Логова Ганарча. И сейчас я покажу один из самых достаточно легких способов, как его пройти, особо не трача здоровья и достаточно быстро. Во-первых, нам понадобится вот это оружие, которое я раньше называл, да и сейчас называю пылесосом. И во-вторых, вот это оружие. Что нам нужно делать? Долбить Ганарча самого просто так бесполезно. То есть нужно стрелять в него тогда, когда он хочет нас выстрелить или в течение некоторого времени после того, как он в нас выстрелил. Просто так не сработает. Проверено неоднократно. Итак, для чего второе оружие? Второе оружие для того, чтобы добиваться от мелких хедкрабов. Ну что, приступим. Так, ждем. Лучше всего вставать сбоку, чтобы у нас было время, пока он поворачивается. Так. Вот так вот, замечательно. Ну что, теперь давайте заберем вот это все и продолжим. Кстати, да, если у нас потрачено немного здоровья, можно прыгнуть туда и восстановить его. Но у нас пока что все нормально. При других обстоятельствах, используя другое оружие, нужно как можно быстрее стараться, после того, как Ганарч начинает нас стрелять, пытаться его взорвать. Там, не знаю, если с арбалета, то с арбалета застрелить. В общем, не нужно давать ему много времени, но нужно вылавливать момент, когда он хочет нас стрелить. Вот как сейчас. Вот, собственно, и второе оружие пригодилось. Так, второй раз. Ну и все, собственно. Здесь есть тайничок внизу, у него можно залезть вот отсюда. Вот там есть лечебная, значит, водичка, в которую встаем, лечимся. Здесь у нас есть восстановитель брони, патроны. Ну, в общем, отсюда мы можем попасть обратно наверх. Но нам, в принципе, в данный момент ничего не надо, поэтому я туда не полезу. Так, теперь нам понадобятся гранаты, ну и все остальное взрывчатое. Так, давай. А, что-то он там забуксовал. Ну, ладно. Вот, прыгаем где-то примерно в область вот этого кристалла. Иначе мы потратим здоровье. Вот. Теперь, самая главная фишка в том, чтобы нам не сразу бежать, а очень аккуратненько, подойдя к краешку, вот так вот катиться и в нужный момент остановиться. Где-то вот в районе вот здесь вот. Далее. Чуть с небольшой выдержкой гранаты, с небольшой прям хоп, кидаем примерно вот так вот. Раз. Два. Ну и так далее, короче, считать уж там не буду. Здесь может уйти, в принципе, практически весь наш боезапас. Так что ничего страшного. Да, вот такой вот мощный ганарч у нас. Дальше. В ход пойдут у нас наши взрыв-пакеты. Раз. Хорошо. Осталось совсем немного. Давай. Так. Ганарч пробил. Опа. Пробил там была решеточка какая-то. Вот. Все. Теперь, значит, еще будет один прикол, как здесь аккуратненько спуститься. Во-первых, после того, как мы остановились здесь, мы как бы прилиплись здесь. То есть, чтобы нам сдвинуться с места, нам нужно подпрыгнуть и потихонечку аккуратненько нажать там вперед или назад, куда мы хотим. Двинуться. Дальше. Сразу вниз мы не торопимся. Почему? Потому что там остались личинки. Вот. Эти маленькие хедкрабики. Достаточно одну-две гранаты туда пульнуть на всякий случай. Теперь у нас все расчищено. Дальше. Прыгаем и аккуратненько, аккуратненько двигаемся. Краешку. Вот так вот. Хопа. Вот, смотрите, хедкрабик еще один. Даже не один. Так, где наша вторая пушка? Так. Да, вот еще, смотрите, еще один остался. Не всех я взорвал. Ну, вроде бы, как бы все. Так, у нас, в принципе, все полное, но здесь вот есть такой вот тайничок. Можно забрать. Да, и еще. Здесь можно подлечиться. Но нам не надо, как бы, как сюда залезть. Очень просто. Просто идем вперед, ничего не делаем. Вот так вот. Ну, вот и все, в принципе, миссия на этом пройдена. За 6 минут. Давайте сохранимся. Ну что, всем удачи, всем пока и до новых выпусков. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.